Уважаемые читатели моих книг и слушатели небольших передач. Сегодня передача называется «Глобальный проект. Выход из рая». О чем идет речь? Дело в том, что мы живем, на самом деле, в биологическом раю. То есть у нас все до сих пор действует ровно, как и в старые времена, то есть во времена биологической эволюции. Мы на чем сосредоточены? Законы принимаются в отношении граждан и целых стран, и целых даже групп стран, в рамках того, чтобы повысить размножение, защитить его, развести побольше потомков, которые будут работать. Также их защищать, охранять здоровье. То есть все очень хорошие и полезные вещи. Но они до сих пор биологические, то есть стимулируют еду, размножение и доминантность. Никаких других процессов не происходит. В результате, постепенно живя по биологическим законам, а капитализм и все, что с ним связано, и посткапиталистическое общество, это на самом деле прямой эволюционный путь по биологическим законам. Никакого другого нет. И поэтому, по этой причине, всем постепенно становится ясно, что как бы вот в рамках такой финансовой мировой модели, то есть жизнь в долг, жить невозможно. Производить достаточное количество товаров можно, но потребление распределить как следует нельзя. То есть по биологическим эволюционным законам, которые действовали на протяжении миллионов лет, жить дальше нельзя. Но это все заключается в такую оболочку, скажем так, или финансовых проблем, то есть когда финансовые олигархи хитрят, там торгуют деньгами, воруют их. Эта система не приносит прибыли, это тоже ясно. С другой стороны, производство автоматизированное тоже как-то не очень хорошо налажено. Поэтому возникают такие модели, или смена экономического направления, которое является частным случаем эволюционного процесса. Или, например, его замена на идеологическую концепцию. То есть парадигма или глобальный проект, например, религиозный, существует в мире католицизма. Мог возникнуть в условиях православия, но, к сожалению, почему-то РПЦ на это не пошло, что крайне странно, хотя им предлагалось, как я понимаю, не только нами, но и Китаем. С другой стороны, есть мусульманский геопроект. Это тоже альтернатива, то есть глобальный проект, который лежит в основе будущей эволюции человечества. То есть, собственно, предлагается что? Или сохранить старый глобальный мир, который уже не приносит нужных результатов, или по Трампу заменить его на локализацию, то есть локализационные зоны по миру, которые будут как-то работать и, возможно, конкурировать друг с другом. Или, значит, альтернативы – это идеологические, ислам, православие, красный проект, то есть то, что у нас было в нашей стране. То есть когда биологические процессы пытаются нарушить с помощью идеологических подходов. Это тоже плохо работает, и мир показывает, что и красный проект, и религиозный проект, они, как правило, экономически бессмысленны. То есть они дают очень плохой результат. То есть есть проблема, и это глобальная проблема, то есть глобальный проект – это как жить дальше. Собственно говоря, вопрос смешной достаточно, но тем не менее очень важно. Дело в том, что перед нами стоит не столько проект, не форма экономических отношений, не идеологическая подоплека тех или иных событий, а совсем другое. У нас перед нами стоит, как я неоднократно писал в своих книжках, которые лежат около самовара, у нас, книжка называется «Церебральный сортинг», У нас стоит более сложная перед нами проблема – выбор механизма человеческой эволюции. До сих пор мы бодренько и весело существовали в рамках биологического процесса, в чистом виде. Хотя очень старались его маскировать, и даже были попытки его заменить. Ну, как во времена СССР, когда попытались человеческие качества, а не набивание помойника, поставить перед этими самыми биологическими процессами. Не получилось, потому что экономическая система неважненькая, а с другой стороны, не было критериев отбора соответствующих людей, которые бы это осуществляли. Церебрального сортинга не на чем было сделать. А отбор по личным качествам – это, как вы знаете, замечательный способ обмануть ближнего любым из известных способов. Что и произошло. Что же должно произойти? Нужно перейти к глобальному проекту, который я называю «Выход из рая». То есть, что это такое? Раз уж мы живем, а миллиард людей живет на нашей планете, очень неплохо. И, так сказать, пользуется всеми преимуществами хорошей жизни. То есть, ведет райский образ жизни. Значит, надо оттуда выйти. Церебральный сортинг – это глобальная новая идея, глобальный проект. В чем его суть? Его суть состоит в том, что мы впервые должны отказаться от биологической конкуренции. Каким образом? Да просто-напросто создать так называемую динамическую возвратную стратификацию. За этими умными словами лежит очень простая вещь. То есть, каждый человек должен жить в рамках и по доходам от своих способностей. Для того, чтобы это произошло, эти способности надо активно определять не с помощью психологов и физиологов, а с помощью церебрального сортинга. То есть, прижизненного анализа конструкции мозга. Тогда каждый человек будет жить по способностям. И это есть новая глобальная идея, потому что, во-первых, не будет некомпетентных идиотов, которые пытаются нами руководить или исполнять руководящие указания. Поскольку туда будут попадать только люди, которые могут это делать. Вот критериев смочь делать очень мало. Почему? Потому что они обычно говорят по результатам. Это же сколько надо напакостничать, чтобы дождаться ясного и четкого результата. Тем более, они все будут имитировать, как чиновники сейчас имитируют же деятельность, чтобы сохранить свое мягкое кресло. Так будет всегда. Поэтому от этого всего надо отказаться и перейти к глобальному проекту индивидуального определения способностей. С помощью прижизненного томографа, который сейчас, насколько я знаю, создается в некоторых странах. Цель – получение абсолютных гениев или очень талантливых людей в определенных областях, которые изменят этот мир. Тогда мы впервые заживем не по биологическим принципам, кто больше украл, тот и больше начальник, а совершенно по-другим мы начнем жить по тем самым способностям, о которых мечтали еще идеологи коммунистического будущего. Для этого нужно этих самых умных отбирать объективными критериями. И это никаким другим способом, кроме церебрального сортинга, которым я излагал подробно вот в этих книжках, в общем, достичь нельзя. В результате что происходит? Мы на самом деле должны перейти не только к церебральному сортингу, но и то, что он дает, то есть к новой экономической идее. Она стоит в том, чтобы придумывали умные, а сегодняшняя компьютерная система, которая позволяет это реализовывать почти без участия человека, это даст нам с вами возможность реализации. То есть, иначе говоря, у нас есть с вами несколько серьезных основ. Во-первых, возникли автоматы. Во-вторых, возникли автоматические заводы. В-третьих, возникли способы обучения, в том числе и дистанционные, при всех их недостатках, умному достаточному. А дурака и учить только портите. Поэтому, значит, возникли вместо дураков автоматические заводы. А вот на умных спрос огромный, а поймать их и найти почти невозможно. И здесь церебральный сортинг дает для новой экономической идеи, как бы, базу. Он создает, позволяет извлечь и привлечь к работе тех, кто может что-то создавать, а не только имитировать или извлекать протухшие проекты. Кроме этого, и новая идеология. В чем дело-то? Все говорят, новые идеологии. Попытались привлечь теологию. Ну, это из этого, что получилось. Ну, нельзя устраивать 15 век в 21-м. Смешно достаточно. Новая идеология – это принципиальный, иной подход к людям. Оценка их биологическим способностям. Сколько он там детей может наделать. То есть, какой у него инструмент. И сколько женщины обладает ресурсами для деторождения. А кое-что другое. То, что он сделать может. То, чего до него не было в природе и в обществе. Простая вещь. То есть, цель – добиться появления сознания у всех. Тогда вот эти все драконовские законы будут не нужны. Вам не надо будет ловить с помощью табельного оружия идиота, который пьяным носится вокруг детского сада. Эта проблема отпадет. Потому что наличие сознания – это значит наличие того, что человек обладает человеческими свойствами. Он не только умеет размножаться, есть и выпендриваться, как пропагандируется всеми законами большинства стран. Нет, он еще должен что-то создавать. А вот чтобы создавать, должны быть способности. А как только начинает создавать, так сразу перестает разрушать активно. Почему? Потому что создание – это дорогое занятие. И все это понимают. Таким образом возникает идея высшей справедливости. То есть, от каждого можно действительно получить способность. Но для этого надо способности найти. И опять церебральный сортинг. И в результате мы выходим на некий следующий виток эволюции. Гоминид, то есть человечество. И в нем уже прогресс выступает как создание новых мозгов. И с их помощью нового мира. То есть, я предлагаю в рамках глобального проекта выхода из рая заняться человеческой эволюцией, которую поставить под контроль людей. И предлагаю это делать так, чтобы умных стало больше, а дураков и вороватых идиотов меньше. У нас есть сегодня инструменты, у нас есть глобальный проект, который может дать такой результат. К сожалению, понятно, что в рамках конкурентной планеты, особенно разбитой на страны, зоны, даже экономически все остальное, кто-то начнет это первым. Но у кого из тех, кто сейчас руководит странами, хватит на это мозгов, в чем я лично очень сомневаюсь, тот, собственно говоря, и получит те самые глобальные преимущества этого проекта, который можно обозначить как выход из рая. На этом, уважаемые слушатели, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok